Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона в студии Ирина Шмыгова. Доброе утро и коротко о главном. Увеличить производство и нарастить масштабы. Сегодня у нас в мощности 5000 тонн сыров в год, то мощности будут в год, то мощности в дальнейшем будут около 10 тысяч. В Кузоватовском районе появится новый завод. Откройте, к вам пришли. Волонтеры Победы поздравить вас пришли. Ну пожалуйста, я хочу вас встретить. Волонтеры поздравили ветеранов и вручили им продуктовые наборы. Вспоминаем своих дедушек, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-десантников, которые прославили нашу родину, которые нам завоевали мир. Новый сад Победы украсил Заволжский район. По оперативным данным в регионе на сегодняшний день подтверждено 848 случаев заболевания коронавирусом. 145 пациентов выздоровели. С чем связан такой рост, рассказал губернатор области Сергей Морозов. Раннее выявление болезни, особенно тех, кто болеет легко или бессимптомно, позволяет нам не только эффективнее лечить эту болезнь, но и на ранних сроках брать на контроль заболевших и контактах с ним лиц. Отправить их на карантин и таким образом прерывать цепочку распространения болезней. Поэтому мы и дальше будем наращивать лабораторную базу и увеличивать количество тестируемых людей. А значит, будет увеличиваться и число выявленных заболевших. Некоторые предприятия, к примеру, наши промышленные гиганты, Ульяновский автомобильный завод, Авиастар, пошли на то, чтобы превентивно тестировать своих сотрудников, которые контактируют с большими группами людей. И таким образом выявлять заболевших и контактных и отправлять на карантин. Это очень хороший опыт. И мы будем наставить на его распространение в других организациях. Вторая причина, к сожалению, это несоблюдение частью населения рекомендаций врачей по соблюдению санитарного режима. Если мы посмотрим на индекс активности в Яндексе, то увидим, что он растет и в Ульяновской области, да и во всей стране. Да, собственно, и в Яндексе заглядывать не надо. Стоит посмотреть на наши улицы, и все станет понятно. Я понимаю, что все очень устали, что наша жизнь сильно изменилась, что все соскучились по привычному укладу вещей, когда можно встречаться с друзьями, собираться большими компаниями, без опаски ходить в магазины, на концерты, в кино. Но, друзья, к сожалению, подобное еще очень и очень долго не будет нам доступно. Коронавирус – это надолго. И нам нужно научиться с этим жить так, чтобы минимизировать риски для собственного здоровья и здоровья окружающих. Чем больше мы нарушаем самоизоляцию, тем больше диагностируется новых случаев заболевания. Больше госпитализации, больше нагрузка на здравоохранение. И, как результат, больше тяжелых случаев течения болезни и даже, к сожалению, смертей. И тем дольше будут сохраняться карантинные меры. Это не мои выводы, а выводы специалистов федерального уровня – инфекционистов, пульмонологов. Нарушая режим, расслабляясь, мы затягиваем период взрывного роста болезни и не даем стране выйти из карантина. А значит, не только даем шанс болезни поразить все большее число людей, но и не позволяем экономике снова встать на ноги. Не даем бизнесу заработать в полную силу. И, как следствие, еще большее число людей теряет доходы. Оказывается, без работы, без средств существования. Мы все – и власть, и здравоохранение, и бизнес, и обычные люди – должны научиться жить по-новому в условиях этой новой опасности. Должны научиться жить с оглядкой и постоянным контролем своего поведения. Заботой не только о своем, но и о чужом здоровье. Дорогие друзья, мы понимаем, что чем дольше мы не выпускаем работать в бизнес, тем больше позволяем затягиваться петли нужды нашей и людей. Поэтому мы сегодня разрабатываем комплекс мер, которые дадут возможность людям работать. При этом сохраняя все возможные меры предосторожности. С областным правительством мы прописали программу действий для того, чтобы к концу года восстановить потери. В первую очередь мы говорим о дополнительном образовании в форме индивидуальных, а не только онлайн-занятий. О сфере спорта в том числе. Кроме того, мы готовы уже сейчас вырабатывать комплекс мер по открытии других сфер деятельности по согласованию с Роспотребнадзором. Например, обсуждается открытие для посещения парков и скверов, но соблюдение всех условий самоограничений. Мы пока не готовы открывать детский и развлекательный комплекс, устраивать спортивные, массовые и развлекательные мероприятия. Но мы будем принимать решения о постепенном создании условий для возвращения к нормальной жизни. И к другим темам. В Кузоватовском районе хотят расширить производство сыров. Такие планы есть у руководства местного молочного комбината. С ними во время рабочего визита ознакомился Сергей Морозов. Первоначальный проект предполагал наращивание имеющегося производства сыров. Однако затем решили строить отдельный завод. С вводом нового предприятия производство продукции резко увеличится. Этому способствует рыночный спрос. Сегодня у нас в мощности 5 тысяч тонн сыров в год. По мощности будут в год. По мощности в дальнейшем будут около 10 тысяч в год. Для этого нужно, конечно, поработать и поработать с пешиками оборудования. Оборудование нам поставляет импортное все, западное оборудование. Думаю, что мы просто ее поставим и увеличим производство сыров. В нашем регионе и за пределами. Новый завод по производству сыров сулит более 200 новых рабочих мест. А еще неплохие отчисления в бюджеты разных уровней. В том числе местную казну. Понимая это, районы руководства выступают с партнерских позиций. Мы сегодня уже готовы выделять дополнительный земельный участок для строительства нового завода. Мы планируем также, прорабатываем вопрос по разработке совместной проектной документации по очистным сооружениям. Поскольку водосточные отходы увеличатся по объему в два раза. И здесь муниципалитет, безусловно, примет свое участие. И долю финансирования обязательно обеспечит. Потому что мы одновременно решаем задачу и водоочистных, скажем, стоков от населения жителей поселка Кузоватов. Кроме того, мы планируем развивать инженерную инфраструктуру. В частности, строительство подъездных путей. Сейчас решается вопрос о дополнительных поставках молока для производства сыра. По словам министра сельского хозяйства Михаила Семенкина, такая возможность есть. Кроме того, для нового предприятия подготовят кадры. Будущих специалистов будут учить на базе Кузоватовского техникума. На протяжении нескольких месяцев представители Всероссийского движения, волонтеры Победы, поздравляют ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В гости к участникам боев наведалась и наша съемочная группа. В Ульяновской области с Днем Победы активисты поздравили более тысячи ветеранов. Пандемия заставила волонтеров внести коррективы в традиционный формат поздравления. В этом году, чтобы обезопасить ветеранов, пришлось обойтись без длительных контактов. В организации есть два формата поздравления. Личная встреча, когда ветерану вручают продовольственный набор, а также телефонная беседа. Все меры предосторожности были соблюдены. На входе волонтеры надевают маски, перчатки и обязательно обрабатывают руки. В квартиру они не заходят. Впрочем, самое главное для пожилых людей – это общение. Поэтому привычные для ветеранов разговоры за чашкой чая все же перенесли в удаленный формат. Мы будем записывать ролики для того, чтобы показать, какая реакция у ветеранов. Потому что они не ожидают этого звонка. И было бы, наверное, интересно услышать их восторг. Им не хватает сейчас нашего общения, потому что они всегда зовут. Давайте пройдем, попьем чаю. Давайте пообщаемся. У нас был случай. Накануне Пасхи мы развозили куличи для ветеранов. И в геронтологический центр привозили. Дочка нарядила свою маму для того, чтобы в китель, то есть надели ордена. Она сидела ветерана, она нас уже ждала. И объяснили, что мы не можем зайти. И, конечно, они были расстроены, потому что она хотела рассказать свою историю. Слушаю вас. Здравствуйте, Павел Федорович. Мы вот вам звонили, волонтеры Победы. Поздравить вас пришли. Ну, пожалуйста, я готов вас встретить. Поздравляют ветеранов по всей области. Для волонтеров пусть и короткие поздравления, но при личной встрече – это не просто шанс отдать дань уважения, но и возможность донести важную информацию в условиях пандемии. К каждому ветерану, хоть и прикрепили персонального помощника, которому можно позвонить в любое время и с любой просьбой, но никогда не будет лишним еще раз лично узнать о самочувствии. Нормально. Нормально. На ногах, как говорится, выдерживаю все, самообслуживанием занимаюсь, один живу, никаких проблем. А вам желаю все время слышать это слово «война» только теоретически, но не практически. Чтобы, как говорится, долгую, счастливую жизнь прожить и без вот такого опасного или страшного слова «война». Количество желающих присоединиться к движению увеличивается каждый год. В Ульяновской области уже более тысячи волонтеров Победы. Все они прошли обучение и готовы оказать помощь в любую минуту. Екатерина Лазарева, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. День Победы – праздник, который согревает душу каждого. От этого тепла часто рождаются рифмы. Наша телерадиокомпания накануне 75-летия окончания Великой Отечественной войны объявила старт очередного конкурса и предложила ульяновцев вспомнить и почитать любимые стихи о войне. Что из этого получилось, расскажет Елена Тимонина. Праздник День Победы с особым трепетом отмечают в каждой российской семье. Это символ нашей национальной гордости, доблести и славы. Отдать дань памяти героям-фронтовикам и оживить стихотворные строчки. В рамках нашего конкурса каждый ульяновец мог, записав и прислав небольшой видеоролик к нам на электронную почту. Слова, память и чувства тех, кого опалило войной, читали все. От мала до велика. Самыми маленькими чтецами стали трехлетний Кирилл Змеев и Дарья Валенурова. Самым возрастным участником конкурса за 80 лет. Но годы совершенно не имеют значения. Главное, уверены организаторы, чтобы пела душа. ПЕСНЯ Произведение участники тоже выбирали по зову сердца. Кто-то отдал предпочтение известным авторам, а кто-то читал стихи, написанные специально для конкурса. Али Юнусов выбрал сочинение руководителя своей поэтической студии и оказался в лидерах по количеству сердечек. Набрал их почти 800. Я выбрал это стихотворение «Рен Ясный», потому что оно не как другие, не как современные и обычные. А вот там рассказывается о судьбе человека. То есть человек в первую очередь должен быть человеком. Светлана Акимова – классный руководитель второклашек в школе номер 21. К участию в конкурсе привлекла весь свой любимый второй Г. Ребята, а их больше 30 человек, читали Василия Теркина. Светлана Анатольевна собрала эту стихотворную мозаику в единое целое и отправила нам. Результат – почти тысяча сердечек. Конкурс «Стихия войны» проводится уже не первый раз. И с каждым годом участников становится все больше. В этом прислали около 150 видеороликов. Победителей в этой акции просто не может быть, так как вы, дорогие участники, все победители. Но особо интересные работы мы обязательно поощрим нашими сувенирами и призами. Ожидайте, возможно, именно вам позвонят организаторы этой акции. Елена Тимонина, Денис Миронов, Артем Петров и Дмитрий Перматов. Вести, Ульяновск. Прошли дружным строем по придомовой территории. Сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний поздравили ветерана. Юрий Васильевич Самсонов прослужил в органах внутренних дел больше 25 лет. Из них два года в уголовной исполнительной системе. Ветерану Великой Отечественной войны подарили подарки, спели песни и поздравили с 9 мая парадным маршем. Ветерану Великой Отечественной войны. Ветерану Великой Отечественной войны. Свой военный путь Юрий Самсонов начал командиром отделения в звании старшины госбезопасности в 1944 году. Из армии демобилизировался в 1951. Юрий Васильевич награжден Орденом Отечественной войны, медалью за победу над Германией. Настоящим украшением Заволжье обещает стать парк имени Василия Маргелова. На днях там высадили 750 кустарников спиреи, известные своим пышным, красивым цветением. Аксус от победы поддержали представители городской власти, неравнодушные жители Заволжского района, а также воины-десантники. Мы, конечно, вспоминаем своих дедушек, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-десантников, которые прославили нашу Родину, которые нам завоевали мир. В парке Маргелова были проведены благоустроительные работы муниципальными предприятиями, УЛЬГЭС, МБО благоустройства. Было проверено уличное освещение, помытое шары, то есть так называемое торшерное освещение. Были проведены благоустроительные работы уборки мусора, листвы. Напомню, что в дальнейшем на базе парка Маргелова планируется создание многофункционального центра патриотического воспитания «Патриот». Посадка декоративных растений стала первым шагом к становлению нового центра притяжения гаража. Губернатор области Сергей Морозов провел запланированные мероприятия в Кузоватовском районе. Здесь прошло онлайн-заседание рабочей группы. Совет региональных и местных властей губернатор напомнил главу муниципалитетов о своем поручении. Местные руководители должны предоставить планы поэтапного выхода из режима ограничений. Режим уже такой относительно достаточно спокойной жизни. Хотя в любом случае, даже сняв какие-то юридические ограничения, мы понимаем, что в целом мы не уйдем до конца этого года, как минимум, от тех ограничений, которые сегодня существуют. Начинает от масочного режима, начинает от режима самоизоляции, начинает от режима соблюдения правил дезинфекции и так далее. Каждый муниципалитет будет обязан разработать меры поддержки граждан во время пандемии. Информация должна быть доступной для людей. Кроме этого, Сергей Морозов затронул тему доплат врачам и медикам за работу в зонах очага. Он призвал лучше разъяснять, кому и за что они полагаются. А еще говорил о мерах материальной поддержки технических работников больниц. Многие из них также трудятся в опасных условиях. На заседании рабочей группы обсудили информационное взаимодействие муниципалитетов во время пандемии. От местных властей губернатор потребовал подтвердить готовность развернуть временные госпитали. Крайняя дата 28 мая. Сегодня школьники, завтра начинающие IT-специалисты. Более 500 подростков из 40 школ и СУЗов региона стали участниками масштабного образовательного проекта. На протяжении 6-8 месяцев школьники будут обучаться по профессиональным IT-программам. Проект реализуется Фондом развития информационных технологий области совместно с ведущим онлайн-университетом страны «Скиллбокс». Организаторы уверены, после такого интенсивного курса ребята без проблем смогут трудоустроиться. Это школьники, которые прошли отбор, они написали мотивировочное эссе, были рекомендованы учителями, были рекомендованы своими учебными заведениями. То есть это те звездочки, которые всегда есть в каждой школе, которые способны взяться за достаточно профессиональный курс. Три курса – это фронт-энд-разработчик, это интернет-маркетолог и это графический дизайнер. По итогам курсов у ребят будут навыки, позволяющие работать. Помимо профессиональных педагогов, узнать о нюансах IT и направления помогают студенты технического университета. В ВУЗе работает клуб «Цифра Мул». Он направлен на подготовку квалифицированных кадров в сфере управления. Упор делается именно на IT. Обучение началось в феврале. До режима самоизоляции собирались каждую неделю, теперь занятия перенесены в дистанционный формат. Сейчас мы общаемся с одними из самых лучших участников курса, которые дальше всех продвинулись. И мы сейчас пытаемся выяснить их интересы, что они хотят, и предложить попробовать им план дальнейшего развития сферы профессиональной технологии. Потому как это нам очень важно, чтобы в нашем регионе был большой наплыв от специалистов и главных квалифицированных. Сейчас можно подвести первые итоги работы. Проект развивается успешно, поэтому будет объявлен дополнительный набор учеников. Участниками программы смогут стать еще 50 школьников. В Ульяновске стартовала кампания по оформлению единовременных социальных выплат. Она продлится весь май. Документы принимают в органах соцзащиты с начала месяца. Туда же их можно направить почтой. Кроме того, за оформление льгот взялись многофункциональные центры. К слову, одна из них касается возмещения лекарственных затрат пенсионерам. В профильном министерстве сочли не лишним напомнить о ней пожилым людям. Предусмотрена мера поддержки граждан 65+. Это компенсация за приобретение лекарств людей старше 65 лет при наличии хронических заболеваний. Действительно, люди могут обратиться в органы соцзащиты за такой компенсацией. Минимальный пакет документов – это заявление, это справка от врача, что действительно он стоит на диспансерном учете и нуждается в этих лекарствах. И, соответственно, документы, подтверждающие то, что лекарства человек приобрел. И мы компенсируем сумму до 5000 рублей. Данная выплата предусмотрена указом губернатора. Напомню, месяц назад глава области подписал важный документ. Он касается мер социальной поддержки незащищенных граждан. Под действием указа попадает несколько десятков тысяч жителей Ульяновской области. В Ульяновской области находка из ледникового периода. В Ундерах обнаружен пещерный лев, живший на земле более 10 тысяч лет назад. Фрагмент челюсти доисторической кошки обнаружил ученик первого класса Ульяновского лицея. Находка так и могла остаться просто древней косточкой, если бы не семейное увлечение археологией. Все подробности у Олега Тюрина. В руках директора палеонтологического музея кость самого редкого обитателя лесов и тундры степей мамонтовой фауны. Последний раз останки пещерного льва в Ульяновской области находили в 1912 году. Скелетные фрагменты предка современного льва, хоть и встречаются в сопредельных регионах Поволжья, однако даже в самых богатых коллекциях носят единичный характер. Но сами понимаете, что процент соотношения хищников к доле травоядных очень мал. И в самом низкой категории из этого числа находятся именно пещерные львы. То есть это буквально один процент из всего объема встречаемости костей этих животных. Как и многие великие открытия, фрагмент доисторической кошки обнаружили случайно. Во время прогулки с отцом по берегу Волги кость заприметил ученик первого класса Ульяновского лицея Глеб Курносов. Научное любопытство взяло вверх, находка была заботливо унесена домой. Считали эту находку интересной, потому что она была не похожа на то, что мы видели ранее. Для того, чтобы идентифицировать принадлежность находки, мы разместили фотографию на специализированном форуме палеонтологическом. Обладателя фрагмента челюсти эксперты вычислили быстро. Владельцем крепких и острых зубов оказался самый редкий представитель четвертичной фауны. Предок современного льва на 10% превосходил размеры современных потомков. Охотился на диких быков, антилоп, лошадей и оленей. Несмотря на название, на протяжении всей своей жизни пещеры лев лишь излитка использовал их как уединенное убежище. И как свидетельствуют изображения наскальные, то есть рисунки в пещерах, предположительно у этих пещерных львов не было гривы. Хотя есть вероятность, что на скальных рисунках изображали только самок. Редкая кость семейной коллекции не пополнила, как и подобает пытливым умам. Значимую вещь Курносовы передали в пользование Ундровскому палеонтологическому музею. Там вещица займет центральное место в экспозиции и будет доступна и для посетителей, и для исследования ученых со всей России. Олег Тюрин и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. До встречи. Увидимся. Меня зовут Илона Броневицкая. Многие знают меня как представителя известной в нашей стране творческой династии, но еще одним очень важным делом в моей жизни стала работа с теми из братьев наших меньших, кто остался, увы, без своего хозяина. И я, и многие мои коллеги понимают, как важна та поправка в Конституции, которая говорит о формировании ответственного отношения к животным. Сейчас в Ульяновске 13 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Продолжение следует...